Многие очень боятся использовать биологически активные добавки, думают, что это может навредить. Что такое БАДы? На какие группы они делятся? И вообще для чего это нужно? Мы сейчас живем в Америке с мужем, и биологически активные добавки используют все люди. В любом продуктовом магазине на заправке они продаются в свободном доступе. Почему? Потому что биологически активные добавки помогают работать с профилактикой вашего здоровья и предупреждать болезни. И самое главное, научиться грамотно их использовать. Это самое важное, и это очень важная образовательная часть, которую должен знать каждый человек перед тем, как использовать их. В своей работе я делю биологически активные добавки на три типа. Первый тип я использую в своих программах на этапах очищения, когда работаю с кишечником, с печенью, с фазами детоксикации. Это БАДы в виде трав, экстракты трав. В своем детстве помню, как на Покосе собирала травку, мы ее сушили, готовили к зиме, и дальше я использовала эти травы и поверхностно для своих волос делала. Делала специальные настойки, которыми потом поливала волосы. А также мы использовали эти травы для специальных чаев, да, противовоспалительные, которые очень замечательно работают. И которые традиционно использовались нашими бабушками и дедушками. А вот в этих БАДах мы можем увидеть, как сосредоточены экстракты этих трав. То есть не просто травки, да, но более высококонцентрированное содержание. То есть если мы используем на примере экстракт облепихий, то это сравнимо с тем, чтобы употребить в огромной дозе натуральный витамин С, на примере целого ведра облепихий, да, чтобы вы понимали. Если используем экстракт пижмы, значит это такой экстракт, который используется в большей концентрации и оказывает более сильное действие. То есть помогает работать в короткий период и точно по проблемам, для которых используется. Именно на своих протоколах в школе здоровья я использую, на первом этапе я использую разные травы. На примере пижмы, тысячелистника, расторопши, листа черного ореха, то есть базовые натуропатические инструменты, которые использовались веками. Вторая категория БАДов, которую я использую, это БАДы, которые рекомендуются по результатам ваших анализов. Не хватает какого-либо микроэлемента, например, цинка или меди или витаминов группы В, и вы начинаете их использовать. Для чего? Для того, чтобы поднять эти показатели и сдаете промежуточные анализы. И, конечно, когда растут эти показатели, вы видите, как меняется ваше самочувствие, вы видите, как поднимается настроение, как повышается ваш прогестерон, как улыбка появляется на лице, как волосы у вас перестают выпадать. Вы можете видеть, как вообще меняется вся ваша жизнь. И самое главное понять, что этот процесс не быстрый. Иногда ко мне люди приходят с такими серьезными дефицитными состояниями, на примере цинка, когда мы этот цинк можем восполнять полгода, год, иногда даже два, для того, чтобы снять какие-то проявления дефицита цинка, на примере акне, на примере высыпания или какого-либо воспалительного процесса. Или андрогенного проявления серьезного, когда начинается рост волос в частях тела, где бы не хотелось, чтобы они росли. Поэтому здесь важно разобраться и постепенно сдавать эти анализы. И уже с помощью моих рекомендаций, которые я даю на школе здоровья, про которые рассказываю здесь, на моем канале, вы можете уже подбирать себе все эти БАДы в виде нутриентов. А третья такая классификация, это те БАДы, которые вообще являются основой и профилактикой нашей жизни, которые мы должны использовать практически каждый день. Это на примере витамина D, на примере лицетина, омега-3, так называемое клеточное питание, которое нам нужно каждый день. Можно сюда даже добавить очень важную вещь, про которую я чуть не забыла, это добавка для воды. На примере кораллового кальция, то есть это тот компонент, который меняет свойства воды, потому что воду нужно пить каждый день, и важно, чтобы она была хорошего качества. Витамин D мы знаем о том, что это серьезно, это не только гормон, но и серьезный помощник, который помогает работать и с воспалением в нашем организме, и с аутоиммунными заболеваниями, и помогает просто работать с повышением нашего иммунитета. Это очень важный, ключевой помощник, который должен быть у вас каждый день, который вы должны раз в год минимум смотреть по анализам. Лицетин, омега-3, это поддержка наших мембран, работа с клетками мозга, это работа с нервной системой, то базовое питание, которое мы не получаем из еды, но которое нам так нужно для того, чтобы наш организм функционировал в целом, и при использовании холистического подхода, чтобы мы видели, что у нас не происходит нарушение гомеостаза. Это очень важные моменты, чтобы вы понимали, какие существуют виды БАДов. В итоге, то есть первая категория, это те БАДы, которые используются в виде трав, как правило, они используются на первом этапе, на очистительном этапе. Второй этап, это те нутриенты, микроэлементы, которые используются по результатам анализов. И третий, это те БАДы, которые можно использовать каждый день. Это витамин D, например, омега-3, лицетин. Поэтому я рекомендую вам каждый день заниматься своим здоровьем и грамотно, используя тот подход, который я рекомендую, уметь разбираться, что вам нужно пить, когда вам нужно пить и как это нужно использовать. Если вам интересна тема натуропатии, нутрициологии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была ваша Катя, диетолог-нутрициолог и проводник натуропатии. Всем пока-пока!